Музыка Невероятный фурор. Давайте послушаем мальчиков. Здравствуй, моя мурка, мурка дорогая. Здравствуй, моя мурка, и прощай. Ты нашу морила, всю нашу морилу, А теперь посреду получай. Здравствуй, моя мурка, мурка дорогая. Голубые, смотри, червеса. Ты теперь не станешь, шокер не поднимешь, Ты не будешь как-то никогда. Сегодня у нас в студии Артур Вафин, главный редактор и программный директор радио «Шансон». Как мы считаем средством массовой информации или развлекательной организации. Которая, собственно, ответственна за легитимизацию всей этой блатной культуры в массах. Этой отпускаем, просто прекрасной блатной культуры. Этой или той. Скажите, Артур, вы вообще считаете, что радио «Шансон» несет ответственность за популяризацию этой песни в том числе? Вы знаете, я думаю, что любое средство массовой информации за что-то несет ответственность, поскольку влияет на умы наших граждан. Артур решил взять общей. И что касается формулировки, которую вы сказали, на самом деле, я думаю, все давным-давно уже не так и не соответствует действительности. Радио «Шансон» ничего там не... Не популяризирует. Не популяризирует, поскольку все-таки задача у этого средства массовой информации немножко другая. Это радиостанция, которая, наверное, сегодняшний момент, на мой взгляд, занимается таким очень сложным, но правильным делом, как возрождение национальной песенной культуры. Куда, наверное, можно включить много разных песен. И вот это замечательное произведение, которое исполнили эти дети, наверное, тоже является частью национальной песенной культуры. А вы поставили на протацию исполнения детей? Вы знаете, на самом деле, мне немножко забавно вообще на это все смотреть, потому что я не вижу здесь... Вот, вы знаете, я сам педагог по образованию. Я так и знала, что радио «Шансон» руководит педагог. Вы знаете, меня на самом деле поражают люди, которые руководят школьными учреждениями, такое ощущение, что они живут совершенно в другой какой-то реальности. Или делают вид, что они живут в другой реальности. И на самом деле, вот их возмущает то, что этот детский хор исполнил эту песню. У меня есть давний приятель Андрей Пряжников, который некоторое время назад придумал хор детский, там вообще детям, по-моему, 4-5 лет, называется он «Великан». Они исполняют там разные песни, в том числе поют замечательную песню «Постой паровоз, не стучите колеса». И, насколько я знаю, этот детский хор успешно выступает, гастролирует на разных концертах. Поэтому ситуация с этим детским хором и конфликт, который есть, он, мне кажется, не стоит выявиться. Успешно, значит, выступает. Вам вообще, как кажется, почему эта блатная романтика так популярна в массах? Почему она стала национальной русской песни? Была же нишевая история, потом появилась радио «Шансон», и оказалось, что это абсолютно мейнстрим. Это то, что все знают и все слушают. Ну, вы знаете, на самом деле, радио «Шансон» же не вчера появилась, да? Это уже 10 лет история продвигается, я говорю про нас, да? Да. И вы совершенно правы, наверное, «Шансон», вот он перешел от нишевой какой-то истории, да, уже к москульту. Но, наверное, тут не очень справедливо говорить именно о блатной, вот как вы формулируете, да? Мы вообще это слово не употребляем, потому что, что такое блатная песня, там, для меня, да, это запрещенное что-то, да, это то, что является, по сути, андеграундом. Ну, окей, давайте... Наверное, да, наверное, это легализовалось в какой-то степени, да, но все вот эти блатные песни, Мурка в том числе, и хорошие блатные песни, которые люди знают, там, да, как-то передаются они из уста, да, им уже там не то, что несколько десятков, это такая многовековая история. Та же Мурка была написана в начале, там, 20-го века. Нет, ну а новые-то те, где та же образная система, тот же набор, скамья подсудимых, прокурор... Я вам скажу страшную вещь. Вы знаете, выходит очень много разных сборников, да, вот то, что вы говорите. Я даже понятия не имею, кто там на этих сборниках звучит, потому что... Подождите, расскажите, а вы говорите, вы не употребляете термин «блатная лирика». А вы как ее так называете между собой андеграундом, или... Ну, мы с вами говорили об истории, да, как вообще все это происходило. Мы называем это, мы называем то, что звучит в эфире, мы называем это красивым, замечательным словом «шансон». Сейчас последует вопрос ведущих, Артур, так что же такое «шансон»? Расскажите нам, пожалуйста, да. Нет, не будем, дальше пойдем. Вопрос в том, что сегодня, как вам сказать, да, мы жили в такой стране. Вы помните, что история нашей страны, к сожалению, полна боли, страданий. А, вы имеете в виду лагеря? Да, конечно. Большая часть населения пересидела. И, естественно, да, был период, когда, ну, что вы лучше меня знаете, да, какие люди попадали туда, да, и, конечно, эти песни не могли не появляться. Вопрос в том, что, как в любом, наверное, виде искусства, есть бриллианты, да, вот, и есть, в общем-то, подделки. Вопрос в том, что надо уметь отличать бриллианты от подделок. Но радио шансон играет исключительно бриллианты. Я хочу рассказать. Слушай, а вы открываете вот новые таланты же, наверное, время от времени, да? Конечно, конечно. Вы их где берете? Что-то мне подсказывает, что не в тюрьмах. Вы знаете, сложно, да, совершенно правильно, но, вы знаете, сложно с талантами. У нас вообще вот прошло десятилетие, да, если говорить о музыке вот этих десяти лет, нулевых, да, прошедших нулевых, то, наверное, в музыке эти нулевые оказались нулевыми. Вот таких ярких героев музыкальных, и в шансоне в том числе, их можно по пальцам перечитать. Но, к счастью, что они появились, и если даже сегодня проехать по той же Москве, да, и посмотреть, какие висят билборды, какие концерты в Москве, то, конечно, подавляющее большинство – это концерты и артисты, которые поддерживают радио «Шансон». Поэтому вас пригласили. Откуда берете таланты? Можно я вот… Хорошо, поехали. Когда-то берете? Рестораны? Ну, откуда берем таланты? Нет. Вы знаете, я думаю, что тут несколько способов, да, нахождения. «Шансон» – авторская песня, да, вот в основе своей. Это люди, которые, как правило, сами пишут стихи, сами пишут музыку. Вопрос найти, надо искать, да, проводить какие-то конкурсы, проводить какие-то, знаете… Ну, мы живем сейчас такое время, что, в общем, не так сложно передать свою песню. Ну, в общем, диски вам присылают, да? Быть услышанным, да. Вот так вот все банально, а вы-то надеялись, да. Я хочу сказать, что, например, та же Елена Ваенга, которая сегодня является таким… Ну, они много говорили в последнее время, да? Да, это правда. В последнее время, да? Да, мы знаем ее. Впервые она прозвучала у нас пять лет назад. Совершенно случайно, да, попал диск с ее песнями. Да, мы поставили тогда ее пять лет назад, когда еще, в общем-то, никто ее не знал. И вот она прозвучала. А я бы хотела привести, знаете, какой пример? Как некую… Как низовая лексика, которая часто употребляется и в песнях, которые мы называем шансоном, попала уже в нормативный русский язык? Мы взяли интервью у профессора РГГУ Михаила Одесского, который, собственно, специализируется на этой теме. Феня – это, строго говоря, не феня, а о феня. И этим словом, по крайней мере, в XIX веке в России обозначали «бродячих книгонож». Слово, возможно, тоже, думаю, многих шокирует, греческого происхождения. Вот прилагательного «афинский». Может быть, потому что книгоножи торговали религиозной литературой, и это могло быть связано с Грецией. Они ходили по всей России, и кроме того, что это была розничная торговля, очень-очень не исключено, что они передавали какую-то информацию для воровской среды. И для этих «афень» был характерен своего рода такой жаргон – язык закрытый, который был непонятен тем, кому он должен был непонятен. Отсюда появилось выражение «феня-афеня», то есть закрытый язык, в общем, предназначенный для криминального мира. И со временем это слово получило такое широкое хождение, и, видите, даже начальная буква «о» отпала, то есть «феня». Еще интереснее слово-сочетание «ботать» по фене, которое мы с вами обсуждали. Может показаться, что это слово «болтать» видоизмененное, но, если верить Далю, история здесь несколько иная. Видимо, слово «ботать» связано, во-первых, это, видимо, русское диалектное слово, и, видимо, оно связано не со смыслом говорить, а со смыслом совершать какие-то движения. Видимо, есть несколько смыслов, но вот тот, который я помню, это шест. Вот, например, рыбу можно этим шестом гонять, вот как-то так. То есть, видимо, такое вот движение, как мне, представляется в воде. Или вот еще, знаете, такое слово «разводим». Да, вот, что-то вот такое физического значения, которое может иметь значение, имеет смысл разговоры серьезных людей, да, вот. Чем отличаются тексты исполнителей шансона с тюремным и лагерным опытом? От тех, кто этого опыта не имел. Вот не поверите, понятия не имею. Я хочу вам сказать, что, наверное, вот основная, наверное, проблема, да, когда, вот, знаете, приходится обсуждать шансон в контексте том, в котором вы сейчас пытаетесь вести беседу, да, конечно, это, на самом деле, проблема в плохой информированности, наверное, населения, можно так сказать, да, которое по-прежнему считает, что почему-то, когда мы употребляем, там, вот слово «шансон», мы всегда вот как-то съезжаем вот именно туда, да. Я честно вам скажу, что сегодня шансон – это музыка с совершенно другим лицом, с совершенно другим контентом. Но я ездила в такси, я слышала, там, как бы, 70% такой музыки. Вот, ну, я не знаю, что вы слушали, тут уже, тут уже сейчас мы с вами можем вступить в какой-то культурологический спор и говорить, что вам это кажется вот таким. Ну, знаете, очень сложно, наверное, обмануть людей, действительно, вот вы говорите, что огромное количество народа сегодня слушает шансон. Действительно, вот, ну, как вы заставите людей слушать то, что им не нравится, да, то, что им сегодня кажется, там, неактуальным. Шансон, на мой взгляд, это, в первую очередь, отражение жизни, и жизни реальной. Если мы говорим вот о той субкультуре, которая была в музыке, там, в последние 70-80 лет, то, опять-таки, это было отражение той ситуации, в которой находилась страна, да. Сегодня жизнь изменилась, и, конечно... Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok